Пусть куда другим А теперь, находясь на распутье Открывая в себе все живое Понимаю, что я на мгновенье Буду жить без понятия, кто я И пусть буду я трудным Не боюсь пути, только найти себя И пусть не поймут меня Я же нет звезда Но горю звездаю я Давай еще раз Сыпа, ты где-то видишь? Хоре, хоре, хоре Рулеву у нас дали Там что-то из-под шланга Выбило Весь? Вся убежала Вон, походу, вот отсюда Из-под шланга, где вообще высокое давление Вот эта трубка Вот сифона прямо из-под нее А вот эта А, не вижу Там хомута слаб Нет, надо посмотреть Возможно, надо подтянуть гайку Возможно, у нее трещина Она не могла просто так треснуть Ну, она просто под заводцовку треснула Ну, надо смотреть, да Если, конечно, как бы треснула То это так-то, ну, пиздец Единственное, что Цеплять этот Ну, что, едем? Без гурки Руль тебе налился силой Примерно, как на газоне, наверное Может, как на УАЗе На больших колесах Единственное, что у нас там сейчас Крыльчатка крутится Гидроусилителя Это плохо Сухую Оно 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 Тут, в принципе, вот бачок Снять аккумулятор И уже к нему можно подобраться Ну, его же это самое Фурый радиатор У них с бачком одинаковый А, если я еще здесь откручу Я его просто подниму выше И все Бачок? Расширить, да? Ну, можно поднимать Что-то треснула трубка высокого давления на буре Которая прям Отходит от самой крыльчатки Ну вот Сейчас снимаем ее Надеюсь, он может прейдем Прямо здесь не запаяет? Не, не реально Я даже не вижу Не вижу, где она снимает А так Toyota вообще не ломается Это точно Просто старенькая она у нас И под сраку моей давали Оно 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 Что у нас Они с детьми Оно Два вот в этом дам стыке да ну вот саму ту трубку нереально стык вот в такой ну короче позе надо сюда вот ночью будет все что будет чуть а а а а а а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Лучше сразу не выходить, нужно подождать, чтобы пыль обязательно осела Вот в таком сейчас состоянии находится федеральная трасса Лена Вполне себе пригодная Мы остановились по делам Не часто мы это делаем и в населенных пунктах Но сегодня пришлось так, что одного из участников приперло прямо здесь Где-то вот в этом лесу Количество всяких жучков просто зашкаливает Если бы мы не поставили сетку сюда и сетку сюда То вы можете представить, что бы было там Что могу сказать про резину? Резина держится, дай бог, чтобы она показала себя с хорошей стороны Мы прошли на ней асфальт, прошли на ней всю Россию Скорость движения достигала 220 км в час При ее показателях, по-моему, написано 120С Кто знает, подскажите Здесь окно у нас подразбито, затягивает пыль Соответственно, в салоне Когда останавливаешься и подтягивает немножко пыль через щели Республика Саха-Якутия Гостеприимнейший регион Республика Саха-Якутия Мой один из самых любимых регионов после Магадана Ну, Магадан это ясно, потому что это моя родина Ну, а второй, это республика Саха-Якутия Здесь и природа, и люди очень похожи на те места, где я рос Варвары клеют Здравствуйте Здравствуйте, смотрю, питерская машина А вы откуда, 54? Это Новосибирска, но мы с Якутска А, с Якутска? А едем с Абхазии Как на УАЗике-то? Отлично, второй год уже по России Продолжение следует... Причем его протягивали прямо перед самым этим Не, ну все, я его отключил Сука, он Повсюду просто Он здесь проходит, точно? Да, 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 вот он Вот же, видишь? Плюс Вот он здесь проходит Все так, все нормально Видать, наверное, где-нибудь там тернулась Терлась, терлась, перетерлась Да, и пошла, и плюс пошел на кузов Дорога, видал? Такая... Вот эта на плюс шла Туда ее, видишь, все питало И она вся, где она шла Она шла по туннелю Ну вот так все Оплавилась Если она рядом со штатной проводкой Она ее... Не, не, штатную нет Она, получается... Мы специально ее немножко отвели в сторону В отдельную кофру Вот она она вся Ну, ничего Доехать-то мы уже дойдем Просто под 220 придется отдельно Тогда кинуть Хотя это для сварки Уже 220 не надо к ничего кидать На хрен Сделаем В любом случае ехать-то надо еще Нет, это я потом в Магадане уже сделаю Не здесь, да А вы докуда едете? Магадан? Магадан? Мы в метель попали позавчера Здесь была, да? Да Перевал был, донесен Вот только снега Вот он встал там уже Перед перевалом Его пацаны завернули 80 километров назад возвращал Мы сейчас тоже смотрели На границе Якутии и Магадан Тоже там прям Снег, зима все А это вот здесь уже снег был Вот здесь Куда едете? Ну, вон, Чех Чехия Я с Тольятти Уже у меня 21 тысяча идет Молодцы А мы сейчас до Магадана Томс и Магадана Через Монголию Через Помирский тракт И у нас, когда мы все замкнем кольцо 40 тысяч километров получится Ну, я сюда, вот как вы сказали Я сюда так еду Через Помирский Я по, ну, по афганской границе По Пьянджу я полностью прошел А, да, да, вот По реке Пьянджу я полностью прошел Корок, Мургаб, Ишкашим, Лангар Ну, и как там? Мургаб Сары-Таш Ош Бишкек Да, 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 точно так Ну, как, нормально? Ну, вообще, отлично Ну, вот мы хотим на Татт И Монголию я прошел Вышел, знаете, куда? Мы хотим в Казахстан выйти Ну, я из Казахстана Через Усть-Каменогорск Я вышел на Алтай На Биск Вот, мы так же хотим Мы хотим Алтайская, там населенный пункт Знаете? Да, да, да Я вышел даже не на Биск А на Горно-Алтай Вот мы туда хотим зайти То есть, с Монголии в Горно-Алтайск Оттуда в Казахстан Ну, я так и ехал Ну, да Так и пойдем Окей, ну все, мужики Спасибо Всего доброго Давайте, удачи Хорошо, давай Слева 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 На фото Мемори фото Ну, что, весь провод, который шел у нас на допник Вот все просто Он до сих пор все горячий Все просто вообще трындец Замкнула она у нас там Сюда, видно будет? Она просто тупо вот тут стала замыкать Вот здесь тупо Вот, то есть, об этот плюс Тупо натерся об этот Ну, конечно, что я могу сказать Минусом было то, что Когда ребята мне подключали эту проводку Они совсем ничего мне не сказали Про какой-нибудь предохранитель Или разрыватель данной цепи Который бы у меня здесь был тумблером Или даже под капотом Просто как обычная масса, к примеру Результат У нас сгорел весь кабель Поплавилась вся проводка Которая была вот проведена Как раз под это дело Кабель, который мы сняли Он шел рядом с стандартной проводкой И все-таки что-то поплавил Потому что у нас загорелась подушка безопасности Лампочка на приборной панели Надо смотреть, что там именно И будем вытаскивать этот обгоревший провод Слава богу, что все прошло нормально Быстро и оперативно открутили клейму Вот эту, которая шла именно туда на 12 Сбили пламя Не воспользовались огнетушителем Он нам не понадобился Но было все на грани Потому что там дым была полная машина Открытое пламя было Мы быстро его так сдули Ну, в общем, все обошлось Едем дальше На этом, я думаю, закончились наши приключения Или нет Мы узнаем только доехать до Магадана Мы едем дальше По федеральной трассе Лена В Магадан Рекорд для книги Гиннесса Не побит Но рекорд наш личный По всему нужным происшествиям Точно побит До встречи, друзья Мы с вами еще не прощаемся Ребят Сразу хочу вам сказать Запомните, раз и навсегда На севере Начиная с республики Саха и Куде Нигде здесь нет отсекателей Мало того, что нет отсекателей То есть нет фиксаторов Нет отсекателей Если вы поставили и ушли Будьте готовы к тому, что все вылится напрочь Мы подлавливали себя так несколько раз И в арктической экспедиции И в 59-й широтилетней И вот здесь опять же Уже знал же, знал же А чуть было не Попался опять Все, заправились И сейчас поедем дальше Ну что, мы приехали В какой-то населенный пункт Называется Яко Кит Такое вот интересное название Что, может молочка возьмем Домашнего Сколько стоит? До Якутска Нам осталось еще 250 примерно лет Километров Дай хоть заправиться На какую-то уютную Визоправочку Здравствуйте, девушка Сколько дизель стоит? 41 рубль 41 рубль, да? Ну как бы сейчас Ты горловину дозволяешь или как? Не, не, здесь не по горловине А что? Ну полную просто залил Да и все Конечно Супер бродяга Не зря я его назвал Он действительно супер И действительно бродяга Везет нас просто по полуу Все, мы заправились Я в уборную И едем дальше Одежник Вообще ничего не видно Едем под ел Видно стопы И то мы их только сейчас стали видеть А до этого просто белая длина Сейчас мы увидели стопы Поняли, что где-то рядом Видно, что там есть встречка. Ждем пока встречка проедет, потому что только что увидели аварию. УАЗ Буханка врезался в легковую машину в седан. По-моему, это лобовое столкновение. Там очень сильно легковушка зашла под него. Неизвестно, что там с передними пассажирами. Мне кажется, там все очень тяжело. УАЗа тоже там, наверное, не все так просто. Да, ветра нет, поэтому стоит. При авгоне включайте аварийки. Едьте на аварийках, и вас тогда будет очень хорошо видно при любых раскладах. Значит, мы едем, никого не слушаем, включаем радио, а тут вот такой саунд. Говорит, есть черные полосы, но будет все хорошо. Поэтому мы держимся. Всем доброе утро. Мы ехали где-то примерно 3 часа по Колымской трассе ночью. Сейчас на дворе начало четвертого. Вот такой вот легкий одежник вокруг. 7 градусов тепла. 7 градуса. Дикий ветер, просто дикий ветер. Ну, надо ведь умываться. Мы идем. Тоже переоделся. На улице просто дубочина из нереальная. Возможно, пока мы умывались, вот паром под названием Боровик, вернее паром и буксир Боровик начали отшвартоваться. Возможно, они сейчас будут подходить сюда. Единственное, что он маленький. Я думаю, что все не влезут. Сегодняшний мой завтрак, это просто перловая каша с говядиной, которую я сейчас съем, не разогревая. Местные жители, на самом деле, могут быть немножко наглые. И здесь без очереди, поэтому надо как бы не щелкать, а не мед. Утро 30-го числа. Мы грузимся на паром. Ваутим на другой берег и уже пойдем к Магадану. Дима уже умылся, побрился. И пока еще Туха думает о завтраке. Туха спит. Не думает ни о чем. Так, а ты консервы, как ты встал? Консервы. Выходишь на улицу. Открываешь дверь. Выбираешь какие хочешь консервы. А, из машины просто. Берешь ножик. Открываешь на капоте. Можно взять наружу. Можно? Я хочу, чтобы ты померз. И проникся. Духом колымской территории. И земли Алан-Хо. Ребят, самая вкусная перловая каша с гавейдиной, которую елся последние, наверное, лет 5. Мы познакомились с ним в прошлый год. Мы ездили тоже с Питера до Магадана. У него прадик был. Да. Сосед наш. Привет передавать ему. Скажите, Богдан с экспедиции был с летней и зимней у тебя. Диман. Ну что ты? Спать нечего. Я сейчас поведу. Ты можешь поспать. Давай спасать. Да? Мороз вообще настолько бодрит, что я уже и спать не хочу. Смотри, нам сейчас 1600 надо прибежать. Нормально? Я доеду что-нибудь там до Кюбиме. Ну, этого уже не будет, да. Ну, ты же видишь, как мы долго. Мы еще паром тут прождали, всю ночь простояли, пока он там, это, только с утра он пошел. Поэтому нет, наверное. Ну, ладно, ничего страшного. На самом деле, спутниковый телефон, конечно, просто вещь. Когда обычный телефон показывает, что нет сети, наш любимый Ридим показывает полную антенну. То есть сложные антенны в машине. А если и здесь возникают какие-то проблемы, то мы подключаем к нему модуль, который выкидываем за борт. Магнитный модуль. Вот такой. Мы его на крыше кидаем. И тем самым у нас антенна GPS усиления сигнала позволяет вообще абсолютно помпортно принимать и звонить. Прямо из машины во время движения. Все спрашивают, на чем мы пишем наш трек. Трек мы пишем вот на такое вот замечательное устройство. Это тоже Иридиум. Благодаря вот такой вот пендюлину мы пишем наш трек, который вы видели на нашем нашем сайте. То есть вот через такую штуку и пишемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. 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 Как дела, ребят? Нормально. А вы откуда сами? Отсюда из Кандыга? Нет. Откуда? Из Якутска. Из Якутска? Куда едете? В Кандыга. Зачем? Учиться. Горный... Да, горный геологический, да. А мы были у вас там зимой в общаге, останавливались. Нормально, да, да. Нормально. Вы пера стоите туда? Да. Ну нормально, да. Редактор субтитров А.Семкин